друзья маткульт привет и от него тоже маткульт привет вот это портрет написанные замечательной художницей ольгой богачёвой портрет как видите прям меня но и не с натуры то есть это не не то что я стояла позировал я не могу на месте столько стоять столько времени это невозможно то есть это девушка по памяти вот прям рисовала вот начинаем новости мая их очень много поэтому запаситесь попкорном реально много первая новость состоит в том что михаил алексеевич савватеев мой сын победил на всероссе по информатике вошел число победителей вот далее он стал призером всеросса по математике не победителем но призером и может быть самое крутое даже не может быть а точно самое крутое то что он на большом таком на году многоэтапном в несколько туров 4 тура отборе на международную олимпиаду по информатике занял среди десятых и более низких классов третье место по россии означает это следующее что на самый главный межнар он не поедет но это и у него еще будет шанс через год если что там если вдруг повезет сильно но он поедет на второй по значимости межнар который называется и эти и проходит он в болгарии в ноябре вот он вошел в четверку лучших по россии среди десятых и более ранних вместе со своим одноклассником александром некрасовым и еще двумя ребятами но там вы увидите по ссылке полный список результатов вот этого вот супер отбора так что поздравление нашему герою экспонента что это такое это не только я в степени x экспонент это еще такая фирма вот или там производственное объединение я толком не знаю но суть в том что это контора мы с ней стали сильно дружить у нас с ними совместный проект который называется цикл лекций саватеева о жизни и творческом наследии великих математиков на youtube канале компании ctm экспонента вот и этот проект стартовал с леонида с леонида сказал эйлера кстати кстати это такая по фрейду да это оговорка по фрейду потому что лёня эйлер ну в сущности леонард эйлер да лёня наш русский математик основоположник русской математической традиции школы вот первую часть смотрите вот здесь обязательно и будет еще много 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 частей подписывайтесь на канал везде ставьте там лайки и распространяйте по всем источникам вот так ура экспоненте следующая новость несколько дней назад 16 мая 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения одного из величайших отечественных математиков пафнутия львовича чебышова который первым зажал в тиски оценки сверху и снизу отношения доли простых чисел к логарифму числа в районе которого мы их ищем вот так и это первый реально научный результат 1852 год и только через 40 лет почти через 40 лет двум французам удалось доказать ассинтатические законы распределения простых чисел но кроме этого чебышов там сделал кучу всего просто огромное количество и к этой к этой дате открылась новая версия сайта чебышова и сделал этот сайт кто естественно коля андреев вот так что заходите славьте николая николаевича андреева вот так вот ура чебышова и ура андрееву коллабы за это время было такое количество коллабов что если честно я не уверен в том что я все по сусекам наскреб возможно что-то я не увидел да но начнем мы с того что сделали тайм коды к нашим нашей беседе с вакштайном на нашем канале у нас была значит была научная беседа замечательным популяризатором с виктором вакштайном вот и не было тайм кодов я всегда прошу делать тайм коды и вот сейчас я всех вдохновляю на то чтобы делать тайм коды вот нам сделали тайм коды значит кто-то там есть на этом сам в под видео написано кто это сделал но там все равно человек не определяется просто такой некий странный ник но вот этому человеку со странным ником огромное спасибо за тайм коды по вакштайну а тайм коды для вата админа сделал наш замечательный помощник волонтер миша бычкарёв из ростова спасибо ему огромное вот если вы хотите нам помочь то есть такой вариант абсолютно бесплатной помощи это просто взять какой-нибудь из какой-нибудь из моих бесед которые еще нет тайм кодов есть такие остались и сделать к ней там тайм коды вот и можно там прислать как-то скинуть нам это информацию вот а теперь поехали что было за это время с математиком мгу вышла отлич вышел отличный коллаб про дополнительные вступительные испытания и вообще про жизнь очень весело у него я записывался давно давно еще зимой записывался вот только значит мужчины старше 18 лет вы смотри обязательно досмотрите до самого последнего момента а вот девушек любого возраста и особенно детей я наоборот предостерегаю от доста досматривания этого видео до конца в конце будет хулиганство вот я предупредил всех но видео шикарное то есть вы можете смотреть прям вот почти до последней секунды а потом обязательно остановить на стоп интересно кто так сделает есть кто-то кто досмотрит до без 15 секунд конец или наоборот сейчас все бросятся значит не будут смотреть ничего да они включат это видео пойдут на последние 15 вот так делается реклама так с мишей световым мы сделали стрим на его канале потом была ответка на нашем канале слава богу вроде бы его выпустили а может говорят типа 9 мая подарили до подарок 9 мая выпустили миша светова вот в общем замечательно интересная беседа с интересным человеком приглашаю всех ее смотреть подписывайтесь на мишин канал и т.д с юрой хованским стримили 40 минут когда я был в перми у юра хованского много-много стримов вместе с николаем росовым на канале гроза и вот как-то был я в перми пошел к николаю домой завалился к нему прям вообще нагло без спроса пришел и мы от него по немножко по стриме ли с хованским вот тоже заходить смотреть ну там я как обычно недолго стриме потом они уже вместе остаются на всю ночь вот то есть хованский спитера соответственно николая из перми дальше saltif сдал является по обществу знанию и по истории но как сдал первую часть сдал по обществу знанию скорее на тройку чем на четверку по истории скорее на четверку чем на тройку должен вам сказать вот то есть вообще это это мне огромное удовольствие принесло особенно по истории я просто не мог оторваться я его писал я с удовольствием написал бы еще много раз. И по этому поводу хочу сказать следующее, что ну, может быть, летом будет сложно, но с осени я возвращаюсь к разным коллабам с разными людьми. И приглашайте, пожалуйста, меня на сдачу ЕГЭ по другим предметам. Например, я просто сплю и вижу, как я буду сдавать ЕГЭ по русскому языку. Так что, если, например, тот же Валентиныч меня позовет, или кто-нибудь еще, ну, чтобы побольше, конечно, было, чтобы там около 100 тысяч было, там 50-100 тысяч, чтобы было, конечно, подписчиков, иначе не так интересно. О, приглашайте, я буду сдавать ЕГЭ по другим предметам, с такими же веселыми комментариями и так далее. Это мне всегда очень нравится. Так, путешествие математика на канале моего друга Макса Цыганова из Казани. Там, значит, его канал только начинается. Я всех зову. Обязательно подписывайтесь на его канал. Смотрите вот это видео. Честно скажу, прям вообще, ну, оно прям получилось вот супер захватывающим. Про то, где я был, какие со мной истории происходили и так далее. В общем, приходите и смотрите путешествие математика. Так, на канале Техникум, да, с Бояршином несколько видео, ну, там вот я указал на последнюю ссылку, но там еще и предыдущие были, скоро новый будет. И на канале Техникум очень хорошее интервью вышло. Я не помню, может быть, я его уже рекламировал, тогда у меня склероз. Ну, неважно, значит, еще раз порекламировал, да, ничего страшного. Вот, вот такие были у нас коллабы. А сейчас мы перейдем к теме, которая называется публикации в средствах массовой информации. Публикации в СМИ я просто перечислил. Салатиев о философии, науке и вокруг на Хабре. И сопровождается тоже беседой на Ютьюбе. Вот эту беседу можете смотреть, если есть 40 минут, а если нет, то просмотрите интервью на Хабре. По-моему, мы затронули очень важные темы и как бы многим я промыл мозг в хорошем смысле слова. То есть, я надеюсь, что поноса в мозгах после этого интервью у людей станет меньше. Честно. Очень самонадеянно, я так считаю. Так, кстати, интервьюерим огромное спасибо. Это Леха Стаценко, мой друг и тоже наш помощник-волонтер. У меня интервью вот эти шапочки, да, брал. И мы отлично поговорили. Там немножко есть неточности ошибки в самом тексте. Там гомология вместо гомологии и прочее. Там есть некоторое количество ошибок, но любой математик их исправит там без проблем, поэтому, так сказать, ничтоже сумняшися, читайте и смотрите. Вот. Очень круто получилось. Так, на выборе народа и на Присп.ру я много чего опубликовал за это время. Вокруг вопросов образования, отток ученых из России, мой комментарий. Наука не должна знать границ. Так, что-то еще. А нет, все, пока все, да. И еще в известиях города Набережной Челны, где мы открываем Международный Математический Центр, я теперь буду там научным руководителем, и количество мест, которым я руковожу, кажется, превысило уже 10. Вот. Так, это что касается публикации в средствах массовой информации. Опять же, очевидно, что это не все. Забегая вперед, скоро будет выход на радио Аврора, на YouTube-канале, их там очень много подписчиков, скоро будет, значит, тоже про, будет называться Спасти рядового учителя, будет называться мой выход на Авроре. Ну вот, и последний раздел называется Разное, содержит всякую информацию о том, что вокруг происходило, будет происходить, и рекламу моим друзьям. Разное. Абелевская премия по математике. Про нее рассказывает Райгородский и Мусатов. Про одного Райгородский, про другого Мусатов. Ну вот, Райгородского мы прям нашли, вот, где он, элементы.ру. У Дани тоже какой-то текст где-то есть, но я думаю, что сами найдете. То есть, получили Вигдерсон и Ловас. Ну вот, Ласло Ловас, это вот известный комментарист, один из лучших в мире из живущих нынче. Про него Райгородский рассказывает, а про Вигдерсона Даня Мусатов. Прямо погуглите Вигдерсон Мусатов, найдете. Так, теперь наши, наши мероприятия на Кавказе. Их, господи, их пять или шесть или семь, но рекламировать я буду четыре, потому что на Сириусе смены уже полностью набрано и закрыт набор. Вот, зато, зато, так, с 28 июня по 2 июля и скоро это все, многие из этих мероприятий заканчиваются набор 31 мая, поэтому я рекламирую сейчас, а не в июньский выпуск. Значит, школа комбинаторики в Сириусе продолжает набирать, подавайте документы туда, ссылка здесь внизу. Кроме этого, параллельно в Сириусе идет CSR, Computer Science Russia, который организует Даня Мусатов, и который уж во всяком случае можно присоединиться по вебу без всяких денег, просто залезть и смотреть, она будет те же дни, а кто хочет на это время приехать и посмотреть, там вот нужно писать просто Дане Мусатову, имейл мы дадим, типа, я хочу приехать физически. Ну и он скажет, возможно это, или уже все места заняты, то есть там как бы вопрос неочевидный, но интересующиеся пишите. Далее мы перемещаемся в Майкоп, и в самом начале июля в Майкопе будет два мероприятия, воркшоп по тоже комбинаторике и теории игр 5-6 июля в горах, в Мезмайе, его тоже организует Даня Мусатов, и там я, конечно, буду обязательно, ну вообще я на всех этих четырех мероприятиях, так или иначе буду задействован и буду мелькать, вот, соответственно в Мезмай, школа в Мезмайе, еще вроде места есть, тоже надо писать, и может быть можно будет приехать. Ну если вдруг все места уже кончатся, то, наверное, мы тоже будем устраивать Zoom-трансляцию, то есть она будет тоже с внешнего формата, вот, так что это раз, а второе, это наша студенческая школа, тоже Zoom-трансляции из, в районе Даховской, по-моему, это называется Графские поляны, напротив горной легенды, через реку Белую, вот, и там, соответственно, будет школа, большая майкопская школа по гуминаторике и теории игр, во время которой можно будет, например, отметиться хорошо и может льготно попасть в магистратуру по теории игр, например, в майкоп, ну или просто очень хорошо провести время, получить какие-то задачки, в общем, имейте это в виду, пишите вот здесь все контакты, у нас есть. Так, быстро смотрим еще что. Ваня Ремезов, в Нижнем Новгороде очередной раз проводит смотр дипломных работ математиков России 2021, подробности все по ссылке, работы тоже до 31 мая надо подавать. Так, школа 2021, по ссылке, традиционная математическая школа пройдет 24 по 31 июля 2021 года в Ярославле, дальше вся информация внизу. Летняя школа кластерной алгебры и пространства модулей, организуется международная лаборатория компьютерной, кластерной геометрии неувше, в Сириусе с 1 по 7 августа, все по ссылке. Физика от Димы Епифанова, вот канал, подписывайтесь, рекламируем нашего друга Диму, который 1 апреля попытался произвести рейдерский захват власти на нашем канале, но ему не удалось только потому, что это было 1 апреля. Если вдруг он попытается в другую дату, боюсь, что удастся. Но, но он не будет пытаться, поверьте мне. У него собственный канал, подписываемся на него и идем туда. Вот, так, возможно, еще надо школу в Дубне, но про школу в Дубне я точно не знаю, что там происходит. Посмотрите, погуглите школу в Дубне с 15 по 30 июля, обычно она бывает. Я никогда на нее не приезжаю и это время, когда я всегда в Сибири. Но вдруг кому-то интересно, современная математика, крутейший уровень. Ну и, наконец, конечно же, Леша Белянин. Алексей Владимирович Белянин, мой друг из высшей школы экономики, из МИЕФа, просит разрекламировать позиции, позиции, грубо говоря, да, то ли постдок, то ли PHD, по ссылке, понятно, тут просто на английском написано, как-то я забыл уже этот язык немножко. Вот, но в общем позиции прямо в России, представляете, вот не мы куда-то там едем за образованием, а наоборот, иностранцы или там наши там сбежанцы, они приходят и у нас учатся, это же так круто, вообще и патриотично. Поэтому вот, я очень рекомендую всем иностранцам приезжать в Россию и идти к Леше Белянину поступать на эту программу. Ну вот, на этом, пожалуй, все. Я думаю, что новости на май закончились и того хватит. И в июне, наверное, будет какое-то продолжение новостей. До встречи на канале. Маткульт, привет всем! Продолжение следует...